Добрый вечер! Добро пожаловать снова на еще одну часть программы «Перемена одежды». Я очень рада вновь вернуться и рада, что вы все присоединились к нам. Мы скучали по вас на прошлой неделе. Тем не менее, как я уже говорила, мы благодарны, что вновь вернулись сегодня вечером. Нам нужно о многом поговорить, поэтому мы сразу же перейдем к нашей теме. Итак, давайте посмотрим на анатомию стопы. Мы будем анализировать функции стопы, поэтому обратимся на экран. Посмотрите, насколько важны для нас стопы ног. Они поддерживают наше тело, его вес. Благодаря им мы можем стоять, ходить, бегать, пересекать неровную местность. Они поддерживают наше равновесие. Наши стопы также обеспечивают нам амортизацию ударов, а также движение вперед. Мы все понимаем, насколько важны для нас стопы ног. Был ли у кого-либо из вас перелом ноги или длительная травма стопы? Иногда мы действительно не ценим сложное строение стопы и возможности с этим связанные. Пока не очутимся с травмой, верно? И вы обнаруживаете, как ваше качество жизни изменилось. Вы не можете по-настоящему наслаждаться всем вашим телом, когда у вас травма стопы. И вновь повторю, что наши стопы очень-очень важны. Я закладываю основания, потому что мы будем на нем строить. Библия говорит, что мы страшно и чудесно созданы. Каждый орган нашего тела. Знали ли вы, что стопа очень сложно устроена? Посмотрите на строение стопы. Стопа имеет 26 костей, 33 сустава и 112 связок сухожилий и мышц. Нельзя не упомянуть о нервах и нервных окончаниях и разных венах. Наши стопы очень-очень важны. Все эти кости здесь не просто так. И снова повторю. Реформа здоровья является неотъемлемой частью реформы одежды. И мы не можем сказать, что мы реформаторы здоровья, если мы не придерживаемся реформы одежды. И мы увидим, почему это жизненно важно в отношении наших стоп. Перейдем на экран еще раз. И мы уже говорили об одежде и конечностях. Мы много говорили об этом. И я не буду тратить время на прочитывание всех этих высказываний. А лишь напомню и покажу нам, насколько важно, чтобы наши стопы были тщательно утеплены. Все советы, которые мы рассматривали в наших предыдущих уроках, когда мы говорили о покрытии конечностей, то это подразумевало и стопы ног. И мы можем видеть это на экране. Посмотрите на выделенное желтым шрифтом. Здесь сказано «Воспитание детей», 426-я страница. Творец создал ноги не такими закаленными, как лицо. Здесь упоминаются и ноги, и стопы ног. Что здесь сказано? Их необходимо хорошо утеплять, чтобы к ним приливала кровь. И снова повторю, хорошее здоровье зависит от хорошей циркуляции крови. Если наши стопы ног не утеплены, если мы выходим на улицу с голыми ногами, то кровь не может циркулировать нормально. Меня не волнует, если на улице высокая температура, мы должны утеплять наши стопы ног. Следующий слайд. Здесь много говорится о том же, что нам нужно утеплять наши стопы ног и наши конечности так же тщательно, как мы утепляем остальную часть нашего тела. И одежда должна быть равномерно распределена по телу, чтобы была хорошая циркуляция крови и хорошее здоровье. Мы видим ноги и стопы ног. Обратите внимание на выделенное желтым шрифтом. Поскольку стопы ног и конечности удалены от жизненно важных органов, их следует особенно оберегать от холода. Каким образом? Скудной одеждой? Укутывая как можно теплее. Мы видим, как важно правильно распределять утепление тела, особенно конечности стопы ног. Далее, желтым шрифтом сказано, «Если на ногах теплые ботинки или туфли на толстой подошве хорошего размера, то это скорее из-за удобства, чем из-за моды. Кровь будет свободно циркулировать в конечностях и стопах». Реформатор здоровья 1 апреля 1871 год. Если какая-то часть нашего тела и нуждается в дополнительном утеплении, какая-то будет часть тела, конечности и стопы. Как я уже говорила, мы двигаемся быстро, так как об этом уже говорилось ранее. Последнее утверждение. Оно об обуви. Но прежде чем мы его прочитаем, позвольте я задать вам вопрос по предыдущим четырем высказываниям. Что в них сказано о такой обуви, как босоножки? Об обуви с открытой пяткой. С открытым носком. Позволяет ли эта обувь прикрывать стопы ног? Если вы хотите носить босоножки, одевайте их не на голые ноги, а на носки. Что ж, многие из вас могут попытаться найти возражение и сказать, «А как же ученики Христа и сам Христос? Разве они не носили сандали в библейские времена?» На это я процитирую для вас великую борьбу страница 527. Если вы ищете крючки, чтобы повесить на них свои сомнения, вы их найдете. Здесь сказано, «Невзирая на то, что Бог дал нам достаточно оснований для нашей веры, Он никогда не устранит все поводы для неверия. Те, кто ищет крючки, чтобы зацепить за них свои сомнения, непременно найдут их. И те, кто откажется принять Слово Божие и повиноваться Ему, пока не будут разрушены все преграды и не будет устранена всякая возможность сомнения, никогда не придут к свету». Задайте себе этот вопрос. Верите ли вы, что труды Лены Уайт вдохновлены Богом? Да или нет? Если да, то тогда этот вопрос можно решить прямо сейчас. Если вы ищете крючки, то вы найдете их. Но Слово Божие ясно и понятно. Реформа одежды является частью реформы здоровья. Они неразрывно связаны. Вы не можете делить одно от другого. Если вы реформатор здоровья, тогда ищи, идите этот путь до конца и будьте реформатором одежды также. Я думаю, что в предыдущих презентациях было показано достаточно свидетельств, когда мы говорили об утеплении конечности. Итак, если вы хотите найти крючки для того, чтобы развесить на них свои сомнения, то у вас проблема со Словом Божьим. Хорошо, давайте перейдем к обуви. Мы уже касались обуви, такой как сандалии, босоножки, обуви с открытой пяткой или носком и показали, что они не являются частью реформы одежды. Если вы не будете носить такую обувь с носками, так какую же обувь нам следует носить? Если вы посмотрите на цитату на экране из Банахвильсей и Тома 2, страница 468, то здесь сказано, Ноги должны быть защищены от холода и сырости теплыми чулками и удобной обувью на толстой подошве. Вы увидите это в следующих двух утверждениях. Подошва обуви должна быть толстой, она должна быть удобной и у нас должна быть соответствующая поддержка для наших стоп, потому что мы используем их каждый день, чтобы двигаться из пункта А в пункт Б, чтобы стоять, ходить, наклоняться, выполнять много функций. Наши ноги участвуют во многих функциях, поэтому мы должны заботиться о них. Посмотрите на следующее утверждение. Реформатор здоровья 1 апреля 1871 год. Если на ноги надеть теплые ботинки или туфли на толстой подошве хорошего размера, скорее ради удобства, чем ради моды, кровь будет свободно циркулировать в конечностях и стопах, а также в других частях тела. Если мы дадим легким и стопам достаточно места для выполнения функций, предназначенной им Богом, мы будем вознаграждены улучшением здоровья и более чуткой совестью. И верное обратное. Давайте посмотрим на то, верно ли обратное. Если мы не даем достаточного места для функционирования легких и стоп, которые Бог предназначил для них, что произойдет тогда? Мы будем страдать от слабого здоровья. И это также повлияет и на нашу совесть. Итак, какую обувь нам следует носить? Обувь на толстой подошве. Я хочу показать вам это наглядно. Некоторые виды обуви. И сегодня есть популярный, очень популярный тренд. Это балетки на плоской подошве. Я не думаю, что эта информация как-то сильно удивит вас, потому что у меня у самой есть балетки. У них очень-очень плоская подошва, что не дает соответствующей поддержки организму. У них нет толстой подошвы, и в результате мои ноги пострадают. И мне пришлось с ним расстаться. Итак, когда у вас есть обувь, вам необходимо убедиться, что подошва на ней дает вам соответствующую поддержку, чтобы вы могли свободно двигаться и делать то, что вам нужно делать. Я уверена, что вы знаете, о чем я говорю, но если нет, то я покажу вам наглядно позже в этой программе. Эти туфли очень-очень плоские. Они не дают никакой поддержки. Если вы ходите в этих туфлях и идете по каменистой дороге или идете по неровной местности, и даже когда поднимаетесь в гору, эта обувь не дает вам поддержки, а также удобства. Собственно говоря, еще важно заметить дизайн этих туфель. Иногда они могут сжимать пальцы настолько, что это не только неудобно, но и может привести к врастанию ногтей и другим проблемам. Итак, да, эти туфли могут быть скромными, но они не являются самой здоровой обувью, и вам нужно убедиться, чтобы не пострадать от плоскостопия с такой обувью. Но если у вас есть уже плоскостопие, то эти туфли особенно не подходят вам. Они могут усилить проблемы с плоскостопием. А также они могут вызвать тенденит, шинсплинт на голени и другие проблемы, если у вас нет соответствующей поддержки. И снова повторю. Когда Дух Пророчества говорит «Толстая подошва», подумайте об обуви, в которой вы ходите в поход или в которых вы занимаетесь зарядкой. У такой обуви хорошая поддержка. У них есть подушечки, и вы можете ходить по каменистой дороге и ничего не чувствовать при движении. Поэтому будьте очень осторожны и рассудительны, какой обувь вы покупаете. Убедитесь, что у вас будет хорошая поддержка для ваших ног. Я думаю, что суть была донесена. Теперь давайте обратим внимание на каблуки. Но прежде чем я приду к этому, я хочу, чтобы вы обратили внимание вот на что. На высокие каблуки, потому что, к сожалению, много сестер, заявляющих, что верят свидетельствам, когда касается ног, когда касается каблуков, то с этим идет борьба. И такая обувь самая непригодная для здоровья. Но не только. Мы покажем из истории Духа Пророчества, что такая обувь также не является скромной. И позвольте мне сказать по поводу привязанности к обуви. Посмотрите на экран. Я перехожу к вопросу о высоких каблуках. Есть много пристрастий у людей. Например, люди имеют пристрастие ходить по магазинам и делать покупки. У кого-то пристрастие к одежде, у кого-то к наркотикам, у кого-то к обуви. Кто-то проводит время за азартными играми. Вы можете перечислить. Пристрастие к еде. Я уже говорила про наркотики. Пристрастие к курению, пьянству и так далее. Есть много людей, и у них разные пристрастия. Я надеюсь, что среди адвентистов седьмого дня таких нет, которые тратят непомерные суммы денег на обувь. На модную обувь. У них одержимость. Если вы заглянете в их шкаф, то там может быть более 50 пар обуви и даже более 100 пар туфель. И у них всевозможных цветов. 8 разных цветов одного и того же типа обуви. Братья и сестры, нам придется дать отчет за каждую копейку, потраченную нами. И как я уже говорила, это не только на туфли, потому что некоторые люди носят это с одеждой. Это сумки, сумочки, кошельки, ну что угодно. А как насчет нуждающихся, братья и сестры, у которых только одна пара обуви, которую они могут одеть в церковь по субботам, и эта одна пара обуви разваливается? Что если бы вы взяли ваши деньги, которые вы тратите на себя, чтобы создать дорогую коллекцию обуви, и пошли и поделились с кем-нибудь еще? По правде говоря, большая часть обуви, стоящая в этом шкафу, не соответствующая. Она не соответствует реформе одежды. Это все свое «я». Это просто рабство моды. Но есть надежда, братья и сестры, если вы окажетесь одним из этих людей, у которых есть пара обуви, подходящая к каждому вашему наряду, вознесите эту проблему в молитве Богу вместе с другими пристрастиями, с которыми вы боретесь. Паститесь об этом. Скажите Господу, будьте честны с Ним. Господь, у меня проблема, я имею пристрастие, зависимость от обуви или что-то другое, что угодно. Господь, мне нужно, чтобы Ты освободил меня от этого. Я не хочу доставлять удовольствие своему «я». Я не хочу тратить Твои деньги, деньги, которыми Ты позволил мне распоряжаться на то, чтобы ублажать свои желания к вещам. Расскажите Господу в молитве, и Он поможет вам. Для Него нет ничего невозможного, верно? Аминь. Давайте перейдем к высоким каблукам. Я хочу начать с этой цитаты. Из «Воспитание детей» страница 432. «Мода – это правитель-деспот. Мода правит миром. Безусловно, являясь деспотической правительницей, она часто заставляет своих приверженцев терпеть величайшие неудобства и дискомфорт. Разве это не так, леди? Давайте конкретизируем с обувью и с каблуками. Разве это не так? Люди готовы терпеть всякого рода дискомфорт и боль ради моды. Дисказана она. Она зимает дань, не жалея. Она имеет притягательную силу и готова критиковать и осмеивать всех, кто не следует за ней. Я хочу, чтобы вы посмотрели на это. И исследуйте себя, пока вы будете это смотреть. Когда большинство из нас, женщин, надевают обувь на высоком каблуке, мы на самом деле не думаем о цене. Мы думаем о моде. Но обувь, которая в тренде, может вызвать некоторые проблемы со здоровьем. Для некоторых, возможно, лучше сделать перерыв. Похоже, что женщинам нравятся высокие каблуки. Вы не можете пойти на вечеринку, не одев обувь на высоком каблуке, которая подходит к вашему наряду. Обувь на высоких каблуках может выглядеть привлекательной. Но что она делает с нашими ногами, совсем не привлекательно. Высокие каблуки могут вызвать эндениты, костные шпоры, может привести к развитию бурсита и деформацию стопы, а также это может повлиять и на другие части тела. Когда вес тела переходит на подушечки стопы, весь скелет должен компенсировать это. Поэтому колени и бедра выдвигаются вперед, а ваша спина должна сильно вытягиваться назад. Это очень вредно не только для вашей стопы, но и для всего скелета. Это может привести к артриту, долгосрочной перспективе и боли в суставах. Но большинство женщин, тем не менее, не хотят отказываться от своей страсти к обуви. Мне 32 года, меня зовут Баня, я ношу обувь на высоком каблуке всю свою жизнь. И я собираюсь продолжать носить такую обувь. Разве это не печально? Но самое печальное то, что много адвентистов седьмого дня имеют такой же менталитет. Вы можете подтвердить, если вы когда-либо носили обувь на высоких каблуках, что такая обувь неудобная. Может быть, кто-то из вас носил ее так долго, что привык к ней, но вы не можете сказать, что она удобная. Она ставит ваше тело в неестественное положение. И не только стопу, но и вся структура скелета смещается при ношении обуви на высоких каблуках. Но многим людям нравится, как этой молодой леди, которая говорит, что будет продолжать носить свою обувь на высоком каблуке. У нее нет боли или бурситов и чего-либо подобного. Я скажу вам вот что. Только за того, что вы можете не чувствовать или не видеть физически никаких признаков, что эти высокие каблуки причиняют вред вашему телу и вызывают проблемы со здоровьем, это не значит, что его нет. И не только со стопой, но и всем телом. И мы покажем, как это нарушает единство в работе всей системы, всего тела. Это влияет на каждую часть вашей скелетной системы и даже на определенные органы. У кого-то может быть рак, который развивается в течение 10 лет и даже более десятилетиями, и он может развиваться бессимптомно. И вы не получаете от организма никаких настораживающих знаков. Означает ли это, что он не разрушает ваше тело, хотя вы можете не чувствовать этого, его действия? То же самое с высокими каблуками. Вы можете себя хорошо чувствовать, заниматься физическими упражнениями, питаться правильно. У меня нет никаких проблем. Я здорова. Я могу продолжать носить мою обувь несколько часов в день. Она влияет на вас. Она влияет на вас. Вы это обнаружите позже в жизни. Возможно, раньше, чем позже. У вас появится артрит, проблемы с коленями. У меня есть в семье. Этот человек пенсионерка, и у нее было много операций на колено. По меньшей мере, два или три. Эта женщина по-прежнему говорит, что она будет продолжать носить свою обувь на высоком каблуке, потому что она хорошо себя в ней чувствует. И ей нравится она. Что должно произойти? Должна ли она очутиться в инвалидном кресле, чтобы отказаться от нее? Хотите ли вы бесчестить Бога и осквернять свое тело мирской модой, с которой адвентисты с седьмого дня не должны иметь ничего общего? Хотим ли мы делать что-либо подобное? Это очень печально. Знаете, когда я была еще молодой девушкой, прежде чем я начала изучать реформу здоровья, реформу одежды, я всегда была таким человеком, который предпочитает удобство-неудобство. Для так называемой красоты я никогда не носила обувь на высоком каблуке, потому что она была неудобной. Если она неудобная, я не буду носить ее. Мне бы хотелось, чтобы у нас был такой вид менталитета, но многие думают, что ради красоты, ради моды или чего-либо подобного, возможно, они стараются привлечь внимание мужчины, и вы привлечете внимание, нося подобные вещи, как мы видим позже. Но это не угодно Богу. Это разрушает здоровье, это вредно для вашего здоровья, а также нескромно, и мы коснемся этого позже. Если мы посмотрим на утверждения из Духопророчества по поводу высоких каблуков, то мы не увидим там много утверждений на эту тему. Мы найдем только несколько. В свидетельствах. Но проблема с высокими каблуками не была на самом деле актуальной во дни Елены Уайт. Поэтому мы не найдем много цитат по обуви с высокими каблуками. Но несколько есть. Я была шокирована, когда обнаружила, что она действительно говорила. И давайте прочитаем сначала это утверждение. Реформатор здоровья, 1 мая, 1872 год. Почему женщины должны следовать дорогим, абсурдным и вредным привычкам? На пошив платья уходит в два раза больше материала и в два раза больше времени, чем в молодости. Послушайте, что здесь сказано. Туфли на небольших и высоких каблуках. Сказано ли здесь, что четырехдюймовые каблуки? Здесь сказано небольшие. И посмотрите, что эти небольшие и высокие каблуки. Не говорите мне о мой каблук один дюйм и полдюйма. Туфли на небольших и высоких каблуках сковывают движение, ухудшают осанку человека и часто деформируют стопы. Посмотрите на эти стопы, на их деформацию. Вы можете увидеть бурситы, мозоли, искривление пальцев. Вы все это можете увидеть. Разве высокие каблуки не сковывают движение? Разве ваши движения свободны, естественны, когда вы идете на высоких каблуках? Нужно ли вам корректировать походку, чтобы иметь возможность передвигаться на высоких каблуках? Вы не можете ходить естественно. Почему? Потому что вес ног не должен приходиться на подушечки стопы. Ваша пятка не должна находиться под углом. Наши стопы не созданы таким образом, чтобы ходить с поднятыми пятками. Посмотрите на этот босоножек. Разве в такой обуви можно естественно ходить? Ваш каблук не должен быть 4 дюйма, 3 дюйма. Небольшие, высокие каблуки любого дюйма. Не спрашивайте меня, сестра Хиллари, какая безопасная высота каблука? Никакая. Они все вредят здоровью. Давайте посмотрим на это. Вы немного знаете историю Китая. Раньше у них было что-то вроде связывания ног. Когда женщины связывали ноги вместе, они буквально в смысле ломали косточки на стопах, чтобы сделать стопу меньше, чтобы она могла войти в маленькую туфлю. Обычно это делало знать. И они становились пожизненными инвалидами. И у них были деформированные стопы ног, которые уже нельзя было вылечить. И все это только ради мирской моды, чтобы их стопы стали меньше. У нас сегодня есть похожая практика. Часто женщины думают, что большая стопа выглядит не очень женственно. Если у вас размер 10, не пытайтесь стеснуть свою ногу в обувь размера 9 или 8,5. Это причиняет вред здоровью. Вот что люди делали и делают, а потом страдают. Давайте вернемся на экран. Мы должны протестовать против того, чтобы люди сжимали ноги, чтобы они казались маленькими и сжимали талию, лишая возможности наполнить легкие чистым воздухом. Если мы дадим легким и ногам достаточно места для выполнения той работы, которую им предназначен Бог, мы будем вознаграждены лучшим здоровьем и более чуткой совестью. Перестаньте сжимать ноги в обуви не вашего размера. Перестаньте сжимать ноги в обуви на высоких каблуках, которые зажимают ваши пальцы. Перестаньте зажимать ноги в остроконечной обуви, которая сковывает ваши пальцы, и ногти начинают врастать. Вам может нравиться стиль, но он влияет на ваши стопы. Посмотрите на ваши стопы прямо сейчас. Не является ли это результатом того, что вы зажимали ноги, одевая обувь не по размеру? Не является ли это результатом того, что вы носите обувь на высоком каблуке? Посмотрите на это утверждение. Реформатор здоровья 1 декабря 1871 год. Результатом добровольного мученичества моей подруги, она называет это мученичество, это суицидная практика, была потеря здоровья, душевного равновесия и естественной красоты. Что она испытывала? Она страдала из-за собственной глупости, приобретя расшатанные нервы, опухшие суставы и деформированные стопы. Ногти вросли в кожу. Это вросшие ногти. И если у вас когда-либо были вросшие ногти, то вы знаете, что это сильная боль, которая причиняет самые мучительные страдания. Когда я сказала ей, что это было последствия ношения маленькой обуви, что говорит конец цитаты, она не смогла признаться в этом, но это было так. Многие проблемы, которые мы имеем с нашими ногами, из-за того, что мы сжимаем ноги в обуви не нашего размера, которая как нам мала и которая держит наши ноги в неудобном, неестественном положении. Сейчас мы поговорим о каблуках. Это заголовок, даже основные средства массовой информации могут сказать вам, что высокие каблуки вредят здоровью. Я пройдусь по трем заголовкам статей. Вред от обуви на высоких каблуках может оказаться долгосрочным. Врачи предупреждают женщин воспринимать красоту как боль. Следующий заголовок. Женщинам нравятся высокие каблуки, но врачи предупреждают, что они могут на самом деле причинить вред ногам. Следующий заголовок. Врачи предупреждают об опасности для здоровья обуви на высоком каблуке. И список можно продолжать. Посмотрите на перечень состояний, истощающих силы и здоровье, которые являются результатом деформации отношения обуви на высоком каблуке. Вот они и осложнения. Боль в ногах, бурсит. Это входит, но на этом не ограничивается. Ногти, которые врастают в кожу, травмы ахиллова, сухожилия, молотообразные пальцы, ног, мозоли, волдыри, артрит, большого пальца ноги, артрит в коленях, укорачивание икр, повреждение нерва в стопах, неврома морта на стопы. Это защемление нерва между большим пальцем ног, проблема с болем в коленях, неравномерное распределение веса тела, неправильное положение бедер и позвоночника и неправильное положение всей скелетной системы. Сделаем здесь паузу, потому что чуть позже мы увидим в слайдах, что эти высокие каблуки делают тело, как это заставляет тело принимать неестественное положение, как это влияет на осанку, как спина и позвоночник искривляются, когда вы одеваете такую обувь, и как таз выдвинут вперед, и когда таз выдвинут вперед, часто имеет место смещение матки. Что вы думаете происходит? Мучительная боль во время менструации, нерегулярная менструация, проблема с рождаемостью на континентах. Все это может быть результатом ношения обуви на высоких каблуках, и все же мы, называющие себя реформаторами здоровья, реформаторами одежды, по-прежнему хотим следовать моде. Почему? Потому что мы думаем, что это выглядит привлекательно. Почему? Потому что мы думаем, что это делает нас более женственными. Давайте вернемся к нашему перечню, с которой мы не закончили. Плохая осанка, люмбага, травмы, начиная от растяжения и переломов костей, и вывихов лодыжек, искривления осанки, мы поговорим об этом подробнее. И снова повторю цитату. Мода, правитель, деспот, многих людей. Готовы ли мы рискнуть состоянием здоровья? Готовы ли мы, как Иуда, поднять нашу питу против Христа, в буквальном смысле поднять наш каблук против Христа, нанося удары по ранам нашими высокими каблуками ради светской моды? Разве мы не заботимся о своем здоровье? Давайте поговорим о непрактичности высоких каблуков. Скажем, кто-то нападает на вас, кто-то хочет убить вас. Как вы будете убегать от этого человека? На вас одета обувь на высоких каблуках. Вам бы лучше снять их, чтобы вы могли убежать. Как вы будете спасать кого-то другого? Что если с вами ваши дети, и вы должны защитить их? И на вас одета такая обувь? Что если вы находитесь в горящем здании, и вам нужно выбраться из него? Как вы будете добираться до безопасного места? Насколько же они непрактичны? Как вы будете ходить от дома к дому, чтобы нести вести в Англии в такой обуви? Как вы будете заниматься медико-миссионерской работой, если вы сами пренебрегаете одним из основных принципов реформы одежды? Вы не сможете делать это. Очень непрактичная обувь. Вы не можете ходить нормально, вы не можете стоять правильно, вы не можете, как я уже говорила, если вы привыкли к ней так сильно, что кажется, это не беспокоит вас. Она, тем не менее, влияет на вас. И также влияет на ваше свидетельство, потому что люди будут смотреть на вас определенным образом. И снова повторю, чем мы жертвуем? Жертвуем ли мы истинной ради моды? Являемся ли мы рабами моды? Мода — это правитель-деспот. Когда мы смотрели на цитату, она взимает, да, не жалея. Страдания, причиняемые женщинам из-за пристрастия к вредной для здоровья одежде, невозможно ценить. Многие становятся пожизненными инвалидами только потому, что одеваются в соответствии с модой. Здоровье и жизнь жертвуются этой несносной богине, ненасытной богине. Жертвуете ли вы вашим здоровьем? Жертвуете ли вы своей жизнью? Как вы будете трудиться для Бога сейчас, если ваше тело не в здоровом состоянии? И все потому, что вы думаете, что вам нужно хорошо выглядеть в этой обуви. И на этом можно было бы поставить точку в этой истории, в этом изучении. Как говорят, дело закрыто. Мы видим, что ношение этой обуви на высоких каблуках — нездоровая практика. И это должно быть достаточно для нас, чтобы от нее отказаться. Позвольте дать вам домашнее задание, и затем мы перейдем к завершающим моментам. Итак, ваше домашнее задание. Я хочу, чтобы вы сделали ваше собственное исследование. Узнайте, какой вред здоровью приносит ношение высоких каблуков. Посмотрите и запишите это в комментариях. А также я хочу, чтобы вы, если достаточно смелы, если вы когда-то придерживались моды и носили такую обувь, напишите некоторые проблемы, которые вы приобрели в результате ношения этой обуви длительное время, чтобы нам этого было достаточно, и сказали, «Я хочу угодить Богу, я хочу подчинить мое тело, я хочу посвятить мои ноги Ему на служение, я хочу отдать мое тело как живую жертву, я хочу представить его Богу в здоровом состоянии, в котором оно должно быть». И я собираюсь показать вам, насколько нескромная обувь на высоких каблуках и почему мы, как христианки адвентистов седьмого дня не должны носить ее. Немного истории. Обратимся на экран. Знали ли вы, что высокие каблуки возникли на самом деле как элемент мужской одежды в 1600-х годах? Я не буду тратить время на прочтение этого материала, вы можете сами прочитать. Такая обувь была для дворянства, аристократии в Европе. Они носили такую обувь, потому что у них на самом деле не было работы, которую нужно было выполнять. Они просто могли расслабиться и выглядеть модно. Когда же женщины начали носить такую обувь? Женщины начали носить такую обувь, потому что, как и в случае со штанами и брюками, женщины хотели иметь мужскую власть. Они хотели одеваться как мужчины и догадайтесь, что они решили начать носить обувь на высоких каблуках. Посмотрите на второй абзац. Внизу. Вы видите то, что привело женщин к ношению обуви на высоких каблуках. Порнография. Да, это так. Вы прочитали правильно. И это светская история. Здесь нет никакой предвзятости. Здесь сказано, что в середине 19 века порнографы начали демонстрировать обнаженных женщин в туфлях на высоких каблуках. И это история, верно? Раньше было только два типа женщин, которые носили обувь на высоких каблуках. Это модели, а также женщины с дурной репутацией, проститутки. Когда люди видели такую обувь, они автоматически ассоциировали... Она автоматически ассоциировалась с одной из этих двух групп. Так почему, как христиане, мы хотим одеваться в такую моду? Вы можете, как я уже говорила, быть реформаторами одежды с шеи до ног. Я говорю так, потому что мы еще не касались причесок. По милости Божией, на следующей неделе мы об этом поговорим. Вы, возможно, носите одежду, не обнажающую ваше тело. Вы, возможно, отказались от этого и сказали Господу, спасибо тебе за то, что показал мне истину об одежде. Но вы носите обувь на высоком каблуке. Вы одеваетесь нескромно. И я покажу вам, почему именно. Мы будем говорить о том, как это влияет на осанку и почему определенные мужчины любят смотреть на женщин на высоких каблуках. Итак, давайте вернемся на экран. Женские туфли имели более тонкие, высокие каблуки. И снова, это история. Они делали женские ноги и тело более женственными. Каблуки изменили женский силуэт, который для некоторых мужчин оказался привлекательным. Поэтому они стали ассоциироваться с женской сексуальностью. Женские тела всегда сексуализировали и каблуки начали ассоциироваться с женской эротикой. Сейчас женщины продолжают носить их. Давайте посмотрим, что высокие каблуки делают с осанкой тела. Высокий каблук меняет осанку, так что ягодицы приподняты, а грудь выдвинута вперед. Это таким образом подчеркивает то и другое. Так ведь? Высокие каблуки создают иллюзию более длинных ног и выделяют их форму, вызывая сексуальные желания. Остальное вы можете прочитать сами. И послушайте, высокие каблуки требуют жеманной покачивающейся походки, отличающейся от уверенной походки мужчины. Позвольте задать вам эти вопросы. Когда вы одеваете подобную обувь на высоких каблуках, совсем не обязательно такой высоты. Любой высоты. Один, два, три, четыре и так далее. я даже не знаю, какой они высоты. Когда вы одеваете что-либо подобное, можете ли вы ходить естественно, как будто на вас надета обувь с крепкой подошвой, удобная, не тесная. Приходится ли вам приспосабливаться, изменять походку, чтобы приспособиться к положению вашей стопы? Это эритический вопрос, потому что это не наша естественная походка. Это наше неестественное положение. Вам приходится изменять походки, в результате меняется ваша осанка, которая делает вашу походку сексуальной. То есть ваши ягодицы, бедра двигаются в определенной сексуальной манере, как у танцующей женщины. Это привлекает извращенных мужчин. Это привлекает внимание, потому что спина выгибается, ягодицы выступают, также грудь выступает. Есть люди, которые смотрят на вас, когда вы одеты по моде, и даже если вы одеты скромно, но в обуви на высоких каблуках, вы заметите, что ваша походка меняет вашу осанку, меняет ваше положение, и все меняется. И мы покажем вам графическое изображение, опять вернемся к здоровью. Чем выше каблуки, тем заметнее это будет. И как мы уже говорили, высокие каблуки смещают всю скелетную систему. Меняется вся ваша спина, посмотрите на искривление у женщины на рисунке слева. Бедра и позвоночник неровные, высокие каблуки выдвигают корпус вперед, давление на переднюю часть спины увеличивается, по мере увеличения каблука увеличивается давление на переднюю часть стопы. Посмотрите на две картинки справа. Позвоночник прямой, это у тех, кто носит обычную обувь, мышцы, голени расслаблены. Туфли на плоской подошве помогают распределить вес тела. Посмотрите на картинку другой женщины, посмотрите на ее грудную клетку, грудная клетка выдвинута вперед, посмотрите на ягодицы, они также вытянуты, ее спина покачивается, покачивающая спина, нижняя часть спины выдвинута вперед, в результате такого положения бедра и позвоночник смещаются. А что происходит с коленями? И снова избыточное давление на колени, как я уже говорила. Давайте вернемся к семенящей походке, потому что это мне кое-что напоминает. Я читала в Исаии главе 3, где говорится о надменных женщинах, которые ходят с распутными глазами, это означает, что они соблазняют. Как они сказаны о распутных? Здесь сказано в стихе 16, Исаии глава 3, «Еще сказал Господь, потому что дочери Сиона надменные». Надменны ли дочери Вавилона? Здесь сказано, что дочери Сиона. Почему? Почему дочери Сиона так одеваются? Почему дочери Сиона носят туфли на высоких каблуках? Они ходят с вытянутыми шеями и распутными глазами, прохаживаясь, и семья ногами, производя звон ногами своими. Могут ли производить звон высокие каблуки? Это могли быть браслеты на лодыжках. Мы будем говорить об украшениях позже, а сейчас поговорим о походке на высоких каблуках. Опять статья из секулярной истории. Уильям Рози заявляет, что мужчины получают массу удовольствия, наблюдая за двигающимися ягодицами и покачивающимися бедрами во время походки на высоких каблуках. Вы можете прочитать остальное. Я не буду читать все, вы можете сделать это сами. Итак, многие мужчины получают болезненное удовлетворение, когда они видят женщин, идущих в такой обуви. И снова повторю вопрос. Почему дочери Сиона, почему те, кто заявляют, что верят в истинную реформе здоровья, верят в свидетельство, носят такую модную одежду? Многие из нас, возможно, не знают об этом, но одно точно, я не думаю, что кто-либо из нас не знает о вредных последствиях для здоровья из-за ношения такой обуви. Возможно, вы впервые услышали, что обувь на высоких каблуках нескромная. Возможно, но история с историей, и у меня для вас домашнее задание. Второе домашнее задание. Посмотрите на нескромное влияние высоких каблуков. Изменения, вы можете видеть это в черном и белом цвете. Они меняют походку и делают ее более чувственной. Вы не можете идти нормально на высоких каблуках. Бедра и ягодицы покачиваются в соблазнительной манере, грудь выпячивается, подчеркивается, нижняя часть спины выгибается, выделяя ягодицы. Хотите ли вы привлекать внимание к таким частям вашего тела? Для тех из вас, кто услышит это впервые, Библия говорит нам в Деянии 17 главе 30 стихе, что на времена неведения Бог закрывал глаза. Это означает, что Бог никогда не возложит на вас ответственность за то, что мы совершенно не знали, особенно если у нас не было возможности узнать это. Поэтому, возможно, некоторые из вас по незнанию имеют обувь в шкафу на высоких каблуках. Я хочу, чтобы вы выполнили домашнее задание. С помощью благодати Божьей я надеюсь, что вы в последний раз одели такую обувь, и те из вас, кто, может быть, слышали об этом, но по какой-то причине вы держитесь за эту обувь, и, возможно, боретесь с этой проблемой. Я хочу, чтобы вы подошли к зеркалу. Надеюсь, у вас есть зеркало в полный рост. Повернулись в профиль, одели туфли на высоких каблуках, и я хочу, чтобы вы обратили внимание на вашу грудную клетку. Посмотрите на ваши бедра, на ваши ягодицы. Обратите внимание, как меняется ваша осанка. Затем снимите туфли. Вы можете сделать это босиком, или одеть обычную обувь, и сделать то же самое. Посмотрите на себя в профиль, на грудь, сзади, и запишите, какое различие вы заметили. Я хочу, чтобы вы подтвердили, что это истина, что это меняет вашу осанку и ваше положение. Вероятно, вы не замечали это, потому что иногда мы, как женщины, не видим того, что другие люди видят. Мой муж часто говорит это. Мы иногда не видим, что видят мужчины. Если вы замужем, проведите эксперимент перед вашим мужем. Оденьте туфли на высоком каблуке и скажите ему, чтобы он посмотрел на вашу осанку, посмотрел на те места, о которых говорилось уже. Что происходит, когда я одеваю обувь на высоких каблуках и когда я одеваю обувь на крепкой подошве соответственно реформы одежды или когда я босиком? Пометьте различия и напишите в чате. Мы должны быть хранителями наших братьев. Зачем нам желать носить такую моду, которая выделяет определенные части нашего тела и при этом мы называем себя реформаторами одежды? И мы прилагаем большие усилия к тому, чтобы наши тела были закрыты. Мы не носим откровенные одежды, но мы одеваем туфли на высоких каблуках. И вдруг вы идете и ваша походка меняется, выставляя на показ эти части тела, подрывая при этом свое здоровье. Братья и сестры, я надеюсь, что эта весть была воспринята с энтузиазмом и с желанием. Я этого желаю. В Духе Пророчества сказано, что ни одна из двадцати наших сестер, заявляющих, что верят в свидетельство, не сделала первого шага. Как мы продвигаемся в вопросе реформы одежды? Давайте сделаем следующий шаг. Дух Пророчества говорит, что Бог ведет нас шаг за шагом. Он приводит нас к разным проверочным испытаниям. Поэтому слава Богу, так как вы слушали, читали Библию, Дух Пророчества и узнавали разные моменты истины, как нам одеваться, чтобы мы могли угодить Богу и прославить Бога в наших телах и в нашей одежде. Слава Богу, Господь ведет вас шаг за шагом. Поэтому когда вы подойдете к этому шагу, к обуви на высоких каблуках, сделайте следующий шаг. Поскольку Бог помог вам сделать один шаг, второй, третий, четвертый. Зачем останавливаться? Зачем останавливаться? Мы не хотим быть похожими на Иуду. И я верю, что Псалом 40, где Библия говорит, что Иуда Искариот поднял питу против Христа. Он предал Христа. Собираемся ли мы предать Христа за мирскую моду? Разве мирская мода важнее для вас, чем жертва, которую Христос принес на кресте, чтобы спасти вас? Будете подвергать себя опасности и не увидеть Христа лицом к лицу и все из-за мирской моды? Не означает ли это, что вы сами себе Бог, что вы будете лучше угождать себе, чем Богу? Не должно быть ничего более важным, а за что мы готовы держаться и бесчесть Бога одновременно? Это вопрос послушания. Бог дает нам эти советы, потому что Он любит нас. Он хочет, чтобы мы здравствовали, чтобы наше здоровье было хорошим. Он хочет, чтобы мы верно представляли его. Поэтому не будем останавливаться на 90% и принимать какие-то стороны реформы одежды, чтобы когда она коснется излюбленного пристрастия, излюбленного идола, будь это обувь или что-то другое, пусть мы принесем жертвы ради Бога, потому что Христос принес высшую жертву за нас. На следующей неделе мы будем разбирать прически, реформа одежды с головы до ног. Выполните ваши домашние задания. Я дала вам два домашних задания. Хочу, чтобы вы нашли вред для здоровья отношения обуви на высоких каблуках. И снова повторю, если такая обувь стоит у вас в шкафу, проведите эксперимент перед зеркалом и сообщите о ваших наблюдениях в комментариях. До следующей встречи. Да благословит вас Бог. Маранафа.